Достаточно большой пласт работы, это работа с лицами, которые прибывают на территорию Саратовской области и стран, в которых регистрируются случаи коронавирусной инфекции. Мы можем сказать, что те списки, которые изначально передавались, они достаточно были массивные, были дублирующие записи. И на сегодняшний день у нас в работе находится в пределах 3600 случаев лиц, которые являются зарегистрированы как прибывшим на территорию Саратовской области в пределах 14 дней. Основная часть, конечно, работы легла сейчас на амбулаторное звено, поскольку в отношении каждого человека мы сверяем место регистрации, прикрепления к медицинской организации. Медицинские организации между собой взаимодействуют, поскольку достаточно большое количество лиц в тех списках, которые мы получаем из управления внутренних дел, они не соответствуют именно месту проживания, то есть по месту прописки. Есть и случаи достаточно большие, которые люди уже выбыли, находятся на территории других субъектов, поэтому, соответственно, мы осуществляем взаимодействие и с главным управлением внутренних дел, обмениваемся такой информацией, то есть это живое общение в течение практически круглых суток. Основная задача сейчас – убедить людей, вернее, для того, чтобы была самоизоляция, и второе – установить контроль, что эта самоизоляция выполняется. То есть лицо, если имеет лист нетрудоспособности, это не означает, что на работу человек не будет ходить, но сможет идти в магазин, куда-то еще по своим делам, на прогулку с собакой, еще с кем-то. Поэтому в данном случае самоограничение касается, что человек должен прекратить любые контакты, даже с близкими, и в условиях домашнего режима тоже должна быть обеспечена самоизоляция, чтобы даже близкие ни в коем случае не были инфицированы или снять угрозу инфицирования. Основная часть, конечно, лиц, которые у нас пребывают, уже даже сейчас и закончился период 14-дневный. И, соответственно, мы видим, что у нас есть один случай зарегистрированной инфекции коронавирусной. Пациентка находится на госпитализации в медицинской организации. Ее состояние удовлетворительное, то есть заболевание протекает в очень легкой форме. В отношении членов семьи установлено тоже наблюдение. Результаты исследования на сегодняшний день отрицательные. Минздрав не отрабатывает контактных, отрабатываем контакт на федеральная служба. О рейсе мы узнали сразу, и все уже лица отработаны. Всех граждан действительно мы стараемся охватить по максимуму всех прибывших. Это наша основная задача. Информацию о прибывших мы, естественно, получаем не только от МВД, мы еще получаем по линии наших управлений, которые передают нам эту информацию. И основной поток информации идет от управления по городу Москве, куда прибывают эти люди. Конечно, мы сверяемся с списками МВД, потому что задвоения могут быть и в тех списках. И выбираем ту группу, которая должна подлежать медицинской изоляции. Мы продолжаем выдавать постановление тем, кто самоизолируется. Все равно выдаем постановление о соблюдении режима изоляции. Это все-таки, с нашей точки зрения, дисциплинирует людей. Там указаны основные моменты, которые они должны соблюдать. Как правильно уже было сказано, человек не должен никуда выходить. Организоваться таким образом, чтобы даже мусор он не мог вынести. Человек изолируется в квартире на 14 дней. К нему приходят, естественно, медицинские работники. Кроме того, он имеет смесь с лечебно-профилактическим... Смесьом. Да, учреждением по телефону. Это сделано для того, чтобы все-таки наступить симптоматика уже за пределами. Ежедневное медицинское наблюдение, я имею в виду, сегодня пришли, а к вечеру стало плохо. Он должен сообщить эту информацию о себе. Ну, я уже сказала о том, что действительно он должен применять дезинфицирующие средства при уборке в своей квартире. Это и для него безопаснее. Он должен после того, как завершится медицинское наблюдение за ним, естественно, провести хорошую дезинфекцию в своей квартире. Для этого может привлечь и организации, которые умеют это делать профессионально. Но эту работу можно выполнить и самостоятельно, рекомендуем. Тем более, если у человека отрицательные результаты по коронавирусной инфекции. После того, как завершается медицинское наблюдение, человек приступает к обычной жизни. Порядок обследования тех, кто и прибывает на территорию, и тех, у кого выявлено подозрение на заболевание, он постоянно совершенствовался. Сейчас, по последним методическим документам, которые к нам пришли, прибывшие на территорию будут обследоваться на 10-й день от момента пересечения границы Российской Федерации. То есть, вернулись к тому порядку, который и был до этого. По больным и лицам с подозрением иной порядок, но самое главное – охватить прибывших. И на ранних стадиях, всю эту массу, и на ранней стадии удостовериться, что они не являются больными или у них нет носительства вируса. Если человек не имеет возможности самоизолироваться дома, к примеру, он прибывает и говорит «я живу в общежитии». Для этого у нас сегодня открыт обсерватор на 21 койку. На сегодняшний день они не пустые. Эти койки в Энгерском районе для того, чтобы человека можно было изолировать, предоставить возможность его проживания, пребывания в течение 14 дней. И сейчас уже принято решение, то есть лица, которые будут нарушать режим, они могут быть подвергнуты административной ответственности, а за грубое нарушение – даже уголовная ответственность, как бы за умышленность. Можно вопрос по поводу отслеживания контактных лиц в случае заболевшей? Единственное, вы говорите, все контакты были отслежены. Какие контакты имеются в виду? С кем она летела в самолете? Естественно. С кем она добиралась до Саратова? С кем она могла контактировать в Саратове? Конечно. Все контакты и по дому, и по передвижению, и по контакту по самолету. Нам же передают, мы же не только взаимодействуем на уровне, мы же взаимодействуем еще на уровне других управлений. Нужна какая-то информация, получаем оттуда. Нужен запрос, например, в аэрофлот, направляем туда. И пока противодействие в информировании органов Роспотребнадзора, которые осуществляют Госпотребнадзор на территории, не отмечено. Все дают информацию, и человек дает о себе информацию, и человек дает о своих контактах информацию. Она должна быть правдивой. Да, конечно, она должна быть правдивой. Она должна быть правдивой в первую очередь. Человек же может приехать в Саратов и легкомысленно пойти куда-нибудь в торговый центр. Вне сомнений, вне сомнений. Поэтому и говорим о том, что лица должны осознанно относиться к этому. И, конечно же, в первую очередь подумать о своих близких и вообще в отношении тех лиц, с кем они смогут проконтактировать в торговом центре и где-то еще. Бдительность проявляют обычные граждане. У нас есть звонки от соседей, что к нам вернулся в дом такой-то человек, он был там-то. Проверьте. А кто-то говорит, знаем, что прибыли и до сих пор выходят на улицу и куда-то пошел. И такое бывает. Ну, почему же нет? Вчера Министерство культуры России рекомендовало временно приостановить работу кинотеатра. Непалогичная ли это мера? Может быть, актуально вообще закрыть, как в Москве, допустим, все бассейны, фигурзалы? Ограничительные мероприятия в отношении государственных учреждений уже сделаны и в отношении бассейнов, и спортивных площадок, и секций, школ спортивных абсолютно в отношении всех. И вот вы говорите о постановлении, которое сегодня принято там Министерством культуры, то есть это будет касаться уже и, наверное, кинозалов, то есть негосударственных. Поэтому на территории области тоже будет обязательно реализовано. Но вы знаете, что ограничительные меры в Москве, они приняты, но тем не менее проведение мероприятий с численностью до 50 человек, они разрешены. У нас более 459 случаев было. Летальные случаи, конечно, есть, то есть пневмония – это нелегкое заболевание, и в особенности, если развивается у лиц с тяжелыми какими-то сопутствующими заболеваниями, сахарной диабетой и болезнью кровообращения. На сегодняшний день у нас под наблюдением находятся пациентов, 8 пациентов, которые заслуживают внимания, они находятся на контроле в нашем региональном центре, и, соответственно, ежедневно осуществляется мониторинг. Это такая практика у нас, она установлена уже не один день. Мы сегодня занимаемся вопросом организации обособленного, так скажем, стационара для внебольничных пневмоний. Такое указание пришло не так давно, буквально вот на этой неделе, ну, меньше, чем неделя, вот как скажем, меньше, чем неделя. То есть до этого пациенты могли госпитализироваться и в терапевтические отделения, в пульмонологические, теперь мы готовим для этого, выделяем один стационар. Ну, вот за прошедшие сутки было 11 случаев госпитализации. То есть это зависит от того, от своевременности обращения граждан за медицинской помощью. У нас есть тоже нормативные документы в том случае, если легкое течение, имея возможность ОРВИ наблюдать на дому, если есть высокая температура, есть дыхательные расстройства, есть снижение насыщения крови и кислорода, это является основанием для госпитализации. И вот эти граждане должны будут госпитализироваться в обособленные подразделения, и они будут браться на особый контроль. В рамках федерального штаба работают все ведомства, в том числе и Министерство промышленности Российской Федерации. Нами направлена заявка на потребность масок именно населения Саратовской области. И сегодня мы располагаем информацию, что маски для применения именно населения, то есть не медицинского характера, они не зарегистрированы. Они поступают сейчас на территорию Российской Федерации, насколько мы знаем, что из Китайской Народной Республики. И определена квота, в том числе и на Саратовскую область. Сегодня тоже обсуждали этот вопрос относительно доставки этих масок и куда они должны будут поступить для последующей реализации именно населению. Медицинские организации этими масками пользоваться не смогут, поскольку у нас в обязательном порядке должны быть маски, имеющие регистрационное удостоверение. А вообще мы очень рекомендуем маску сшить можно. Всю жизнь все работали с четырехслойными масками. Мы даже в медицинских организациях у нас сделаны восьмислойные маски, да, Надежда Игоревна? Те, которые можно применять вместо вот фильтров, да, не тканых материалов. Совершенно верно. Субтитры создавал DimaTorzok